Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Юрий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Иванович, мы вот как раз очень часто говорим о том, что события 2014 года, и, например, аннексия Крыма, они повлекли за собой целую череду очень масштабных событий. В том числе разграничение, которое произошло между Украиной и Россией после событий в Крыму и на Донбассе, оно стало не виртуальным, каким оно в значительной степени было с 1991 по 2013, а еще и таким, знаете, осязаемым. И это произошло не только на уровне разрыва каких-то экономических цепочек, политических взаимосвязей и так далее, а еще и на уровне исторического контура. По разные стороны российско-украинской границы теперь по-разному смотрят на собственную историю и по-разному трактуют ее события. Так что получается, что государство возникает в тот момент, когда у него возникает свое собственное понимание исторического процесса? Ну, безусловно, это часть легитимации любой власти в любой стране, любого государственного устройства. И я вам приведу, может быть, такой малоизвестный пример из далекого 19 века. Это один из таких, с моей точки зрения, самых таких ярких примеров. 1871 год. Пруссия, которая тогда, как вы знаете, взяла на себя миссию объединителя немецких земель. И вот такая есть блестящая фраза. Я ее очень люблю и часто иллюстрирую, значит, какие-то вещи. Вот тогда франко-прусскую войну, собственно, выиграл учитель истории. Понимаете, как говорили? Школьный учитель истории, то есть патриотизм воспитывали в детях, с одной стороны. А с другой стороны, тогдашние немецкие историки, они увидели свою миссию в том, что они должны вот обосновать, что только Пруссия, никакая другая земля, никакой другой регион Германии, только Пруссия способна, и в конце концов, значит, идеологически это удалось. То есть я хочу этим сказать, что, конечно, история сложный предмет. Мы должны с вами, когда мы начинаем разговоры, об этом надо, об этом всегда помнить. И недаром история долгое время, она относилась ведь к сфере искусства. Она же была, она же была саентифицирована, то есть она учена. Значит, Геродот начинал с баек, значит, греко-персидских войнах. Это были просто рассказы, ну, значит, помним об этом. А его называют, значит, отцом истории, вы знаете, и так далее. То есть, конечно, у историка довольно пикантная, довольно сложная профессия, в которой очень много зависит от личности самого историка. Я одновременно помню, какая дискуссия, например, развернулась в той же Российской Федерации, когда там власти предложили создать единую учебник истории. Тот, по которому дети будут учить историю от Калининграда до Владивостока. До этого, насколько я понимаю, в Российской Федерации в разных регионах существовали, в принципе, разные учебники истории, каждый из которых получил гриф одобрения со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации. Но, тем не менее, авторы были, коллектив авторов в каждом случае отличался. Это то, что называется альтернативные учебники. Альтернативные учебники. Они говорили о том, что нельзя политизировать школу, что там должно быть пространство альтернативы. И вот я помню дискуссию, которая в ответ возникла и в Украине. Должен ли у нас быть общий контур понимания в школе исторических процессов, или как раз даже школьные уроки истории должны быть пространством для плюрализма? — Понимаете, у истории есть как бы такая двойная миссия. Вот я хочу, чтобы те, кто слушает нас, чтобы они это очень хорошо поняли, потому что это ключевая, так сказать, ошибка, когда говорят люди об истории. Вот я получаю много писем, например, от разных людей и какие-то рефлексии там, значит, читаю на свои публикации. Я там пишу какие-то рецензии. Вот ключевая ошибка в том, что, значит, многие не понимают вот эту двойную миссию. У истории есть дидактическая или школьная миссия. То есть вот вы учились, я учился в школе, мы приходили с вами за парту, садились, нам читали истории, и мы не имели с вами сомнения в каких-то положениях, потому что, ну вот, нам их так изложили. В то же время у истории есть так называемая исследовательская миссия. Или вот та миссия, в которой, понимаете, в которой не существует авторитетов. Вот я приведу пример. Если, предположим, Ленин или там, я не знаю, Грушевский у нас, да, например, Грушевский. Вот он в школьных учебниках, там абсолютно, так сказать, неопровергаемый авторитет, глава Центральной Рады, творец, собственно говоря, концепции истории Украины, Руси, значит, конструктор украинской нации, скажем так, после Шевченко, да, то для меня Грушевский – это абсолютно живой человек с очень плохим характером, с трагической судьбой, так сказать, с склонной к компромиссам, склонной, как это было в 19-м году, каким-то попыткам даже диктаторских таких действий, об этом мало кто знает. То есть я на него смотрю абсолютно спокойно, когда я пишу свои труды. Вот я писал о нем, у меня было несколько работ, о его отношениях со спецслужбой. Это страшно интересная была тема, как следили за ним, как следили вот за этим домиком на Паньковской здесь, в Киеве, где он жил в этом фригеле после возвращения его в 1924 году. И он для меня живой человек, я не канонизирую его. И вот в этом разница, понимаете. Когда мы говорим о школе, то, что вы говорите, да, единственная та ситуация, которую вы очертили, она у нас тоже дебатировалась, конечно, один учебник не нужен. Где бы мы ни жили, в Украине или еще где-то, или во Франции, например, один учебник не нужен, это неправильный подход, потому что здесь огромная миссия, ответственная миссия учителя. Учителя, понимаете, это главный минус, так сказать, как мне кажется, вот на постсоветском пространстве, когда учителя, вот я встречался много раз с ними, знаете, что они мне всегда говорили? Юрий Иванович, дайте нам один правильный учебник. Я смеюсь и говорю, так было уже, уже было. Ну, в Советском Союзе, а очень яркий пример манипулирования историей, это нацистская Германия. Я вам скажу, они так это делали. Я попал несколько раз, не попал, а был, так можно сказать, значит, на стипендии в таком городке, маленьком Брауншвайг в Германии. Там есть, представьте себе, институт по международному изучению школьных учебников, школьных учебников. И у них колоссальная коллекция учебников из разных стран. Я когда приехал, два вопроса было. Я говорю, где у вас украинская коллекция? Такой ни черта-то, конечно, тогда не было. Это 90-е годы несчастные, теперь уже есть. И говорю, покажите мне нацистские учебники. Я взял эти нацистские учебники. Боже мой, ну это совершенное творение. Там все понятно, там все прозрачно. Но не только потому, что это дидактика. Они изложили это идеологически так, как им было выгодно, и этот учебник был один. Ну то есть, по сути, мы констатируем, что есть, условно говоря, два уровня исторического знания. Один это, собственно, уровень исторической науки, который конкурентен, который всегда сомневается, который исследует и так далее. А есть уровень школьного преподавания, который в любом случае должен задать своему слушателю, школьнику, какой-то концепт взгляда на исторические процессы. Дать простые ответы, однозначные, и сформировать какие-то... А на каком уровне, собственно, обучения должен заканчиться вот этот дидактический подход? То есть, условно говоря, это вся школа, это вся школа и университет, если это не исторические специальности. Вот где, на ваш взгляд, та грань, где, собственно, заканчивается дидактический подход, и уже начинается такой исследовательский? Ну, понимаете как? В нормальных, так сказать, если можно так сказать, странах, сам процесс преподавания, он устроен не так, как у нас. То есть, есть определенная сумма знаний, которая выкладывается, и далее идет в этой дидактической работе еще очень важные, идут важные компоненты, которые состоят из того, что дети сами читают исторические тексты, формируют какое-то свое отношение, субъективное, разумеется. Вот, и далее идет обсуждение этих вопросов. То есть, что делает учитель? Он стимулирует, вот, значит, при каноническом восприятии каких-то вещей, стимулируется еще и способность мыслить критически. Вот, с критического мышления этого и начинается как раз, собственно говоря, наука, потому что хорошим тоном ведь что считается? Когда историк не втягивается в какие-то политические комбинации, когда он не задействован, а это очень трудно сделать, вы знаете. Друзья, я напоминаю, что в этой студии мы говорим с доктором исторических наук, профессором, главным научным сотрудником Института политических исследований и Национальной академии наук Украины Юрием Шаповалом. Юрий Иванович, ну вот, у нас есть, например, пример с соседней страны. Там вот недавно министр культуры Владимир Мединский, он заявил, что никто не должен стыдиться своей истории и уничтожать исторические памятники. История такая, какая она есть, утверждает Мединский. У нее нужно учиться. Давайте послушаем это заявление. В последние годы в ряде сопредельных государств, собственно, в последние 20 лет, вошло в моду уничтожения памятников. Памятников, связанных с Россией, в первую очередь, с советским периодом нашей истории, с Великой Отечественной войной. В какой-то степени это становится признаком национальной культуры, если так можно выразиться. Конечно, для нас это оскорбительно, поскольку это память о подвиге наших предков. Но не менее оскорбительное это и для исторической памяти народов, которые допускают подобные варварства. Ведь это тоже их история. И, как правило, это тоже их предков. Мы не разрушаем памятники, построенные для нас, не отнимаем имена данные до нас тем или иным объектом. Она такая наша история. Она такая, как есть. Мы ее не стыдимся. Нам вообще стыдиться нечего. Мы нашу историю бережем, уважаем. Мы у нее учимся. Точка зрения. Ну, собственно, это был российский министр культуры Владимир Мединский, который, я так понимаю, прозрачно намекал на Украину с ее опытом принятия закона о декоммунизации, в рамках которого сносились памятники и барельефы, установленные в честь деятелей Коммунистической партии Советского Союза. Правда, Владимир Мединский еще почему-то приписал сюда, собственно, людей, которые сражались на фронтах Второй мировой войны, потому что памятники им не попадают под закон о декоммунизации. Но, вот, Юрий Иванович, очень долгое время, с 91 по 2013, действительно господствующий дискурс в Украине, он звучал так. История такая, какая она есть. Мы не должны повторять ошибки большевиков, которые снесли памятники царского режима. И памятники любому человеку, если они установлены, они должны просто сохраняться на улице города. С другой стороны, мы знаем огромное количество других стран и стран Восточной Европы, которые точно так же расставались со своим, например, определенным наследием в монументалистике, если оно их не устраивало. Так где, собственно, с точки зрения исторической науки, та грань, которая отделяет тебя, большевика, от тебя, Васлова Гавила? — Ну, вообще, Мединский — это уникально то, что он говорил. Это, понимаете, министр или человек такого уровня, он просто не понимает, о чем он говорит. Значит, оставлять памятники, например, таким убийцам, как Сталин, например. Или там в России же ведь тоже разрушаются многие вещи, которые совсем, так сказать, не говорят о том, что нечего стыдиться. Например, сталинские лагеря исчезают. Вот, например, вот тот лагерь, в котором сидели украинские диссиденты, где, скажем, умер там Василий Стус и так далее. Там же все это дело сворачивается сейчас. Вы сейчас не найдете. Я вот признателен фотографам, которые успели зафиксировать. Та эпоха исчезает. Все делается для того, чтобы она просто исчезла и остался один позитив. Так что он, конечно, не искренний. А, во-вторых, эти слова, история, какой она была, какой она есть, это все, знаете, ну, 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 такое оно по-детски звучит, потому что ни вы, ни я, ни Мединский, ни никто не знает, какой история была на самом деле, потому что это неправильный тезис. Любой историк, любой политик тем более, который своими руками касается истории, он, конечно, историю реконструирует так, как он хочет, по своим лекалам. Что касается памятников, ну, вот я вам приведу, есть масса примеров, я вам приведу Францию, например. Вот вы приедете в Париж, вы увидите памятник Людовику XIV, XIII, это все копии. Революционные, Д'Антону, нет, Д'Антону, как раз, еще оригинальный, а те памятники, народ просто посносился. Дворец Тюлери разбили к чертовой матери, хотя это был хороший дворец, красивый, судя по всему. Понимаете, вот это, вот этот запал революционный, вот это, это все действительно имело место, и оно не только у нас. Когда у нас отбили нос Ленину, здесь и били этот памятник, вот это и было проявление этой революционной ненависти, этой энергии. Конечно, это можно было сделать все иначе, нужно было это давно забрать, понимаете, и поставить где-то в каком-то там садике, и пускай бы оно себе стояло, и никому оно там есть не просит. И вот про большевиков он вспомнил, это очень интересный момент. Большевики занялись памятниками в 1918 году, когда власть большевистская висела на волоске. Ленин был уже готов, а нет золотой запас, который они, значит, у России украли, они уже его спаковали, готовы были его, так сказать, они были готовы уезжать в Сибирь тогда, потому что надо было бежать. Вот, и они принимают решение сделать программу монументальной пропаганды. Это что такое? Это, значит, вот часть старых памятников они разрушают, но они же не только разрушают, они ставили свои памятники. Они ставили на это новых идолов, понимаете? Но даже если не идолов, то новые символы. То есть они понимали значение, если памятник Ленину стоит в каком-то селе или в каком-то районном центре, как это было до недавнего. Это как флаг воткнуть. Да, это значит, он правильно стоит. Так вопрос и рождается. Условно говоря, где логика демократизации, когда мы сносим памятник, условно говоря, тирану, там, не знаю, Сталину или Белокуну, или землячке и так далее, и так далее. И мы в этот момент, коллективный Вацлав Гавил, и где грани отделяющие от нас, от меня Дзержинского, который сносит там памятник Николаю Первому, да, и ставит вместо него там, не знаю. А грани очень простая. Мы просто должны знать, кому стоят памятники. Вот в этом есть еще одна функция истории. Это то, что история трансформируется в историческую память. Или в политику памяти, мы можем так это называть. Вот, то есть мы с вами говорили об учебниках, мы с вами говорили об исследовательском процессе, когда историк, работая в архивах, там, я не знаю, собирая факты, что-то добавляет, пишет, познает. Потом это делается достоянием общества. И, наконец, важнейший компонент, это как, не только как исследовать, как преподавать, как помнить. И вот это очень серьезная проблема. Вот именно об этой проблеме мы поговорим в нашей студии с Юрием Шаповалом буквально через пару секунд. Радио Крым. Реалии. Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц. Юрий Шаповал, доктор исторических наук, профессор, сегодня гость программы Крым Реалий, Юрий Иванович. Ну, вот вы говорите о том, что вопрос, кому ставить памятники, а кому сносить, это вопрос исторической памяти. С одной стороны, мы, у нас есть перед глазами опыт, мы 70 лет жили в Советском Союзе, где был один опыт преподавания и трактовки истории. Более того, мы инерционно еще 20 лет с 1991 по 2013 прожили в постсоветском таком консенсусе, когда тоже старые памятники не особенно трогали. И в моем родном Симферополе улица Белокуна и улица Землячки продолжали существовать, и никто даже не задумался, насколько это, собственно, живодеры были. Да, хотя Белокун, вы знаете, он же был колоссально замешан в этих сектажениях, в расстрелах. Разумеется, и даже в рамках постсоветского, то есть было странно, что он стоит. И у меня вопрос, то есть вот какое количество лет с момента смерти того или иного исторического персонажа должно пройти, чтобы мы трезво оценили его вклад и оценили достойном памятнике или нет? Ну, вы понимаете, какого-то такого однозначного рецепта тут, я думаю, не существует. Как и во многих вещах тут привносится элемент симпатии и антипатии. Ну, вот вы смотрите, в вашем родном Симферополе или Севастополе поставили памятник Екатерине. Ну, к сожалению. Правда? И я не знаю, стоит ли там памятник генералу Григоренко. Сколько лет должно было пройти, чтобы понять, что Григоренко, этот нестандартный генерал, у которого борьба за права крымско-татарского народа, была только частичкой. Он же ведь чем был знаменит? Он же выступил против системы советской. Он же боролся за права человека в то время, когда прав этих собственных, даже понятия в Советском Союзе права человека не было. Но как же можно одновременно ставить два таких памятника? Понятно, что есть какие-то приоритеты. Но, очевидно, тут срабатывают абсолютно субъективные факторы, и это приводит к таким ситуациям. А кто-то скажет наоборот, что генерал Григоренко, по которому, кстати, есть Симферополь, возле кинотеатра Симферополя, если его после аннексии не снесли, он дитя своего 20 века и жил по нормам и по возможностям своего 20 века. А кто-то скажет, что Екатерина II, она дитя своего собственного времени, своей собственной эпохи, когда, условно говоря, все монархи, так или иначе, мир был сборищем абсолютистских монархий и просто были просвещенные абсолютистские монархии или непросвещенные. И тут возникает вопрос. Мы, деятели прошлого, должны судить по законам их эпохи или по законам нашего времени? Нет, ну, значит, как бы мы не старались судить по законам той эпохи, все равно мы будем привносить свои оценки, свои суждения, ставить свои акценты. Ну, вот Екатерина, но она совершенно, она не может до конца называться российской царицей. Это просто великая, она, во-первых, никакая не Екатерина, вы это знаете хорошо. Да, она принцесса ангельцерская, но тут вопрос даже не в этническом, а вопрос в ее статусе. Правильно, и вопрос правильно, и вопрос в мышлении, вопрос состоит в том, как она в ее менталитете. У нее менталитет был абсолютно не российский. Если бы он был российский, она бы никогда не стала тем, кем она стала, понимаете? Вот, в своих действиях. Поэтому тут надо поговорить еще, надо понимать, с кем публика имеет дело. Дело в том, что люди очень многих вещей просто не знают. Согласен, но вот я просто обращаюсь к чему. У нас есть, например, целый ряд исторических деятелей 19-го века, 18-го периода казачьи. Бог с ней с Екатериной II, выведем ее за скобки. Но, знаете, это как в школах норм... Она Запорожскую сеть же и уничтожила. Да, безусловно. И Крымское ханство завоевало, присоединив к Российской империи, чтобы многие сегодня... Создал великую иллюзию, что это российская земля. Верно. Я просто к тому, что... Но при этом есть, например, казачьи гетьманы, да, там образца 18-го века, люди до вот этой вот казачьи. Знаете, как в школах, на уроках литературы очень часто устраивали такой литературный суд над Тарасом Бульбой. Вот прав он или не прав. С точки зрения своего жестокого времени, в рамках которого он существует, все его действия, они укладываются в логику и парадигму того, как должен действовать казачий полковник того времени. Да, быть безжалостным, да, быть вот таким вот, наверное, бессердечным, потому что все таким были. Потому что понятие о норме в то время было вот именно таким. Конечно. Это смена веры. Вот многие удивляются, как люди легко меняли веру в те времена. Например, 17 век. Люди переходили из веры в веру, так сказать, этот процесс не был таким. Конечно. И он не был таким, его не так осуждали, как, например, так вот вопрос. Мы должны, когда при установке памятника, мы должны анализировать ту же Екатерину II или, например, условного Тараса Бульбу по законам той эпохи, по которой он жил. И тогда он получается вполне себе, ну не то чтобы вегетарианский, но нормативный, да, он действовал в рамках нормы своего времени, которому он принадлежал. Или мы его должны оценить по 2016 году и по тому представлению о должном и недолжном, которое у нас есть сегодня? Ну, понимаете, вопрос довольно сложный, потому что, если мы будем следовать этой логике, тогда по законам своего времени, например, в Германии должен стоять памятник Адольфу Гитлеру. Почему? Потому что Адольф Гитлер вытянул германскую экономику из кризиса, он накормил страну, он построил дороги, он дал немцам обеспеченную, дал немцам обеспеченную какую-то жизнь, понимаете? Но он же был убийца, он же создал концлагеря, он уничтожил 50 миллионов, благодаря ему 50 миллионов людей во всем мире погибли в этой Второй мировой войне. То есть тут как бы примешивается масса компонентов. Я хорошо помню один разговор с немцем, с которым я ехал однажды в электричке, когда-то давно было там в Германии. Мы разговорились, и он спрашивает, а откуда вы приехали? Я говорю, да я приехал из Киева, вы, наверное, и не знаете. Как, говорит, не знаю, я там бывал. Я говорю, когда? Во время войны. И мы с ним разговорились о Гитлере. И он говорит мне, вы знаете, Гитлер, он был великий человек, но, говорит, он сделал две ошибки. Он начал уничтожать еврея, и он пошел войной против Советского Союза. Понимаете, вот как быть с этим человеком, и как оценивать... Тогда получается, что мы вообще не должны ставить памятники никаким историческим персонам, потому что, если мы их будем судить из 2016-го, то сумма их достижений все равно будет обнуляться суммой грехов. Паша, вы бывали в Израиле? Нет, не доводилось. В Израиле памятников нет. Они не ставят памятники. То есть это, наверное... Может, в этом и есть. Какая-то высшая мудрость, понимаете, потому что у меня тоже масса всяких вопросов возникает. Вот я хорошо помню, значит, как меня обижало там в Риме. Большущий пантеон, памятник Виктору Эммануилу, который вважается отцом нации. А где Гарибальди, спрашивал себя я? Где мой любимый герой, который, собственно говоря, эту Италию отвоевал? Он же был действительно бойцом. А слава досталась монарху. Понимаете? Ну и монарху шикарнее. Есть там в Гарибальде памятник в Риме, но маленький такой какой-то, не знаю, я его нашел. Но слава вся вот у монарха. Понимаете? Тут есть, конечно, вопросы. Конечно, есть. Ну, не просто... Мы сегодня живем в эпоху, когда гибридная война, и гибридная война ведется сразу на нескольких фронтах. И не только традиционным оружием, и не только даже при помощи медиа, а в том числе при помощи трактовок истории. Вот национальный исторический концепт вот в Украине, да, вот наше представление о том, что происходило в 1918 году, в 1918. О том, что происходило там во времена разрушения Сечи, да, о том, чем был Переяславский договор. Документом о воссоединении или временным таким тактическим союзом, который потом получил развитие, о котором, может быть, сам Богдан Хмельницкий не подозревал. И не закладывал такое значение. Ну, вы знаете, что никакого документа не существует. Да, но я просто скорее о том, то есть вот как мы должны воспринимать. Так вот это вот все представление о нашей истории, оно должно быть оборонительным или наступательным? Потому что смотришь на Россию, она снимает 28 панфиловцев. Фильм о тех людях, которых не существовало, и события в том районе развивались как-то иначе и так далее. Он должен быть оборонительным или наступательным? Ну вот смотрите, Россия снимает такие фильмы. Немцы сняли фильм, если вы видели «Наши матери, наши отцы». У них такой есть фильм трехсерийный, по-моему. Они там вообще ужасные вещи показывают, то есть они там и критикуют себя, но, например, они между делом показывают украинских полицаев желто-блокитными такими флажками в Смоленске. В Смоленске. Откуда в Смоленске взялись украинские полицаи, я так и не могу понять, значит. Но, то есть мы видим разные, как бы разные полюсы, да, как взял только Германию и Россию. У нас есть один выход. У нас есть выход снимать собственные фильмы, чтобы наши актеры не играли в таких фильмах, как «Матч», вот там, где Сергей Безруков играл и там, где играла Стаб Ступка. Понимаете, там все неправда. Там все неправда, как встречали немцы в Киеве. Ну, я уже не говорю там о «Матче самом», это уже дело такое. Нам остается одно. Нам не нужно, я думаю, никому и отвечать. Нам не нужно ни с кем бороться. Мы должны сначала сами себя уважать. Мы должны понять, кто мы на этом белом свете. Вот когда эта идентификация, так сказать, произойдет. И речь идет, знаете, о ком? Речь идет об элите, прежде всего. Об элите. Это самый важный элемент. Спасибо, Юрий Иванович. Юрий Шаповал, доктор исторических наук, профессор, был гостем программы «Крымреалии». Знаете, страна становится страной в тот момент, когда она договаривается даже не о собственном понимании прошлого, сколько, наверное, отговаривается о понятиях добра и зла. Вообще, мне кажется, что в современный контекст можно сравнительно безболезненно перенести тех исторических деятелей, которые были чудовищно маргинальны для своей эпохи, просветителей, ученых, писателей, всех тех, кто жил в свое время против ветра. А те, кто был форматен для своей эпохи, практически не имеют шансов оказаться форматными в нашем. Слишком разные понимания нормы. Думайте о прошлом, задумывайтесь о будущем и живите настоящим. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова